Сотрудникам железнодорожного узла Басарабяска зимние праздники не доставили особой радости. После начавшихся в конце декабря акций протеста из-за задолженности по заработной плате, с ними рассчитались только за октябрь. Но и эту зарплату получили не на всех предприятиях. Добиваясь выплаты заработной платы за ноябрь и удовлетворения других своих требований, работники дистанции пути с 21 декабря проводят стихийные собрания, отказываясь работать. Сегодня все рабочие, которые здесь стоят, они просят, чтобы им уплатили зарплату, за которую они работали и уже отработали. Они не могут на сегодняшний день уплатить за свет, за газ, за детские сады, кредиты у кого-то есть. Кто-то дома вообще не может и кусок хлеба не имеет. Они не могут домой прийти для того, чтобы жены имеют дети, они не могут в глаза смотреть своим родственникам, для того, чтобы хотя бы показать себя, особенно мужчинам. На болейший вопрос, чтобы нам дали просто-напросто, выплатили зарплаты, чтобы люди могли рассчитаться за коммунальные, за суды и все полностью. Потому что тот путеец, который идет или дефектик, или что, идет, и он тащит эту шпалу 300 килограммов, вы представляете себе, и на голодный желудок, что он кушает. И приходит домой, а его дети просят, папа, а что сегодня я буду кушать? И что, тот отец или там мать, особенно если два человека работают на железной дороге, что они могут этим детям предъявить? Руководитель ПЧ-3 Виктор Подгурский согласен с требованиями своего коллектива. По его словам, он регулярно обращается в управление железной дороги, добиваясь погашения задолженности по зарплате. Но от него самого в этой ситуации мало что зависит. Каждый человек, согласно законодательству, имеет право как на работу, так и на оплату. По закону работодатель обязан оплачивать работу до конца месяца. Но ситуация случилась такая на сегодняшний день не по вине руководства дистанции. Не по вине руководства дистанции. На все вопросы, касающиеся выплаты зарплат и вообще состояния финансово-экономического на дороге, руководство дороги отвечает одними тем же, что на это все подействовало в первую очередь пандемия с марта. Это уменьшение объемов перевозок по транзиту по железной дороге, потому что это и есть основной доход железной дороги. Путейцев поддержали и руководители местной администрации. Примар города Валентин Чемпоеж и председатель района Петр Пушкарь. Чемпоезд нам юридическую помощь немножко помог, как все это произойдет, потому что мы тоже не хотим, у нас тоже юридический отдел не очень нормально работает. Значит, мы тоже хотим, чтобы люди не страдали. Мы когда свое собрание сделали, объявили начальнику Анчану, господину Анчану, его исполняющую обязанности генерального директора, значит, повезли ему, секретариаты зарегистрировали, и он отсутствовал. Был еще Пушкарь Петр Петрович, значит, мы отправили письмо на имя парламента, что через него, что он отправил это письмо, для того, чтобы тоже поставить в известность парламент о том, что у нас такая ситуация на железной дороге. По мнению Виктора Подгурского, помочь железной дороге выйти из кризиса можно только кардинальными мерами, предпринятыми на уровне правительства. Если правительство не поможет руководству железной дороги, не выделит помощь из бюджета или, я не знаю, какие-то формы кредит, это уже не мне решать, сама дорога вряд ли справится, потому что движения практически нет. У нас только в данный момент практически внутренний груз. На прошлой неделе был один поезд на рейде, насколько мне известно. Железнодорожники говорят о том, что уже мало надеются на помощь центральных властей. Они нам просто обещают, обещают и обещают. Тут неизвестно, завтра, послезавтра, поменяется акционерное общество, поменяется вот это все полностью. И вот тут ноябрьскую, декабрьскую зарплату, все полностью. Просто скажут, мы уже другая организация, другое общество, и люди не получат вообще эти деньги. Вы понимаете, что люди не получат? Сейчас, значит, Гагауз, металлоломщик, это самый страшный металлоломщик, бандит, который, он плавает среди всех. Вот это уже 30 лет он плавает среди вот этой всей структуры. Колеса стоят, значит, вагоны продавал, туда-сюда, все полностью, все, весь Русь идет. Он сейчас берет с Каушан, прямым ходом, кидает поезда на Итулею, которые ни дефектики, ни обходчик, никто не проверял, я только не знаю, до какого это времени дойдет, или дойдет до того, пока просто сход не будет. До крушения поезда. И вы представляете, 50 миллионов или сколько там они за эти тепловозы заплатили, и когда будет сход, и потом они начнут искать, где начальник дефископии, где путеец, где тот, чтобы на кого-то, чтобы кто-то заплатил. Вы понимаете, чтобы кто-то заплатил. Но этому уже надо просто конец уже решать. Как отметил директор дистанции пути, из управления дороги к нему поступила информация о том, что заработную плату за ноябрь сотрудники предприятия получат в течение января. Что касается зарплаты за декабрь и того, в каком объеме она будет выплачена, никто не сообщает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!